Сегодня трибют группы, которые всегда исполняют песни, которые разрывают сердце пополам. Мы слушаем их на подоконнике, пока идет дождь, и когда нам очень грустно. Сегодня трибют группы Boombox в Restom Music Hall'е Пробка. Но я верю, что хотя бы одна песня должна быть веселая. И это не Полина, другая песня, другая песня. Я буду ее искать, искать. Белые обои, черная посуда, нас в брусчавке двое, кто мы и откуда, откуда. Изначально мы хотели взять Coldplay, потом мы хотели взять Muse. Но потом мы подумали и решили, что украинский народ, украинский, украинский, неважно, он в пробке, по крайней мере, ему больше зайдет Boombox. Почему? Потому что, во-первых, в целом песня на русском языке, все кроме одной Евы, которую последнюю вы слышали, и людям как бы больше ближе по духу то, что вот звучит. То есть они могут сопереживать вместе с Андреем Хлывнюком, это вокалист. И точно так же очень хорошо танцевать под ритмы Александра Люлякина. Вот, очень хорошо Павер Литовченко там играет, Литовенко. На Nord 2 у него классно, в общем, все супер. И почему мы не решили сделать Muse? Потому что, ну, зачем нам вот эта вот вся западенщина, когда наши вот ребята тоже вот могут делать вот классно? Раз, два, три, четыре! Девочки, мне кажется, что вы немножко место перепутали. Вам, наверное, в Болеро надо было идти. А мы потом поедем в Болеро. А это все по плану? Да, все по плану, всегда. Как Boombox-трибью? Отлично, молодцы ребята, вообще молодцы. Молодые, талантливые, перспективные, молодцы. Ну, не грустно ли, не грустно ли слишком на этом трибьюте? Нет, Boombox, он предполагает именно эту манеру исполнения. Все, все соответствует. А вы пришли именно на трибьют? Мы пришли на день рождения. А у кого день рождения? У подружки. Снова самая веселая песня играет. Ты вообще самый веселый трибьют, который у вас был, не считая, конечно, Ленинграда. Ты потрясающая актриса. Ты так это естественно все говоришь. Но на самом деле, если не весело кому-то сейчас, в данный момент, это их жизнь. Они вправе выбирать, весело им или нет. Вот у меня есть шарик, и мне весело. Ладно, мне не очень. Ой, мне теперь тоже весело. Что такое сэмплы, да? Ты попросил меня спросить. Сэмпл – это современное направление в музыке, которое отвечает за плейбэк. Невероятно, невероятно. Так вот, давайте поговорим тогда о участниках группы Boombox. Я просто знаю, ну, несколько человек. А сколько их там вообще? Пять. Гитара, бас, барабаны, клавиши, диджей. А, шесть человек, еще диджей. От кого мы можем… Диджей Валентин. От кого мы можем отказаться? От кого мы можем отказаться? Из этой группы. Из нашей? Нет, из вашей, из группы Boombox. Чтобы было веселее. В ком проблема? Надо отказаться от Андрея Хлывнюка, значит. И он же песни пишет. Правда, я говорю, Саша? Да. Нам ваши подружки уже признались, что после этого прекрасного вечера вы все закончите в Болеро. Я этого не знала. Это сюрприз. Помните, был такой прикол, какое платье? Бело-голубое или голубое-белое? У вас так не подходят, не спрашивают? У меня два цвета. На выбор, кому как нравится. Можно я попробую потрогать? Пожалуйста. Это не магия, это как бы канька. Это не реклама магазина. Оп, оп. А вы всем так позволяете? Мне только вам. Это ложь. Маглая ложь. Самая любимая песня Boombox? Вахтер. Я ее жду не дождуть. Когда ты на одинце, все навколо золотого орденца, у чужих одинца, ты на одинце и сам себе питаешь, что робить не можешь. Значит, я, как порядочный человек, прихожу в пробку и вижу, 15 февраля в пир холле пробка, значит, приезжает Алена Винницкая. Да, да. Но почему никто об этом не знал? Да как это? Об этом уже мы давно намекали. Но у нас же есть такая классная, славная традиция. 14 февраля, 8 марта. Это все как Новый год. Поэтому эти праздники мы не можем обойти стороной. И очень нам повезло вырвать Алену из своего жесткого напряженного концертного графика и пригласить к нам, чтобы поздравить всех с этим праздником всех влюбленных. Алена Винницкая готова подарить всем любовь. Ну она же все равно, она уже была в пробке, как ты, да, расскажи нам. Она уже знает, куда ехать. Это логично. Но это будет какой-то новый альбом или что она будет? По словам Алены, это будет нечто. Это будет сюрприз для всего Харькова. Для вас.